Друзья, всем привет. Добро пожаловать на туториал по Unreal Engine 5.1. Сегодня я расскажу вам, как включить наниты на вашей растительности. Перед началом, хочу попросить вас подписаться на мой канал, это будет вашей инвестицией в будущее, потому что я буду помогать вам в ваших вопросах по Unreal Engine 5 и не только. Спасибо, а теперь давайте начнем. Итак, сейчас я открою статик Миш. Как же включить наниты для этого дерева? В пятой версии движка, наниты работали не совсем корректно с моделями растительности. В 5.1, теперь это работает стабильно и правильно. Давай переместим наше дерево на уровень, и это будет обычная модель с лодами. Если перейти к режиму отображения нанитной сетки, то ничего не изменится, потому что на уровне нет ничего того, что работает через наниты. Хорошо, вернемся в исходный режим просмотра. У нас есть два способа превратить это дерево в нанитное. Первый способ, перейти к расположению статик Миш этого дерева, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Наниты», в следующем меню поставить галочку напротив пункта «Наниты». Второй способ, в настройках статик Миш. Во вкладке «Details» найти параметр «Наниты Settings» и поставить в пункте «Enable Nanita Support» галочку, далее нажмите «Apply Changes», чтобы настройки применились. Пока компилируются шейдеры, возвращаемся к нашему дереву в уровне. Давай снова перейдем в режим просмотра наниты. Отлично, ты видишь, что на дереве теперь работает нанитная сетка и при отдалении камеры она меняется. Но есть один нюанс, если отдалиться далеко от дерева, то ты можешь увидеть странное поведение листвы на ветках. На моем дереве это не происходит, но может произойти у тебя. Чтобы решить эту проблему, необходимо перейти в настройки «Static Mish» и в параметре «Наниты Settings» напротив пункта «Preserve Area» поставить галочку, далее применяем наши настройки, нажимаем «Apply Changes». Теперь листья на дереве будут выглядеть как надо на любом расстоянии от камеры. Давай создадим простой ландшафт. Переходим в режим Landscape и нажимаем Create. Также переходим в режим Foliage, выбираю свое дерево и переношу в это поле. Теперь в плотности кисти выставляем 0,1. В параметре Density поставим 5. Размер кисти делаем немного больше и начинаем рисовать по нашему ландшафту. Отлично. Я включу для наглядности счетчик FPS. Теперь ты видишь, что при данных условиях на уровне у меня 30 FPS. Плюс я веду запись экрана, что тоже берет немного мощности от компьютера. Давай нарисуем еще больше деревьев, тогда ты видишь, что FPS упал до 20 кадров в секунду. Вывод, какая-то нагрузка все же есть, но не столь критичная, что была раньше. Сейчас уровень детализации настолько высокий, что даже на этом отдаленном дереве рендеринг листьев остается на высоком уровне. Именно в этом вся сила нанитов, благодаря которым можно многого добиться при разработке в Unreal Engine 5.1. Если я приближусь близко к деревьям, то частота кадров упадет, это происходит от того, что у меня не столь мощный компьютер. Несмотря на это, технология нанитов все равно мне очень помогает при разработке уровней с использованием деревьев, травы и не только. Надеюсь, что этот туториал был полезен для тебя, и я смог ответить на все твои вопросы о том, как включить наниты на растительности. Буду благодарен твоему лайку. Если у тебя остались вопросы, пиши их в комментариях под этим видео, я буду рад на них ответить.